Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем, начитываем Евангелие от Марка с толкованием блаженного фафилакты и с комментариями. Марка, 5 глава, с 1 по 5 стих. И пришли на другой берег моря, в страну Годоринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован с оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Толкование. Матфей говорит, что было два бесноватых, а Марк и Лука говорят об одном. Сии последние избрали лючейшего из них и повествуют о нем. Бесноватый идет и исповедует Христа с Сыном Божиим. Так как бывшие на корабле недоумевали о том, кто он, то последует достовернейшее свидетельство о нем от врагов, разумея бесов. Бесноватый жил в огробах, потому что бес хотел внушить через это ложную мысль, что души умерших становятся бесами, чему никак не должно верить. Марка, 5 глава, 6 по 10 стих. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, скричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, Дух нечистый, из сего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Толкование. Выйти из человека демоны почитают мучением. Почему и говорили, «Не мучь!» То есть, не выгоняй нас из жилища нашего, то есть, из человека. С другой стороны, они думали, что Господь не будет более терпеть их за чрезмерную их дерзость, но тотчас придаст мучение. Поэтому и молят, чтобы не мучил их. Господь спрашивает бесноватого не для того, чтобы саму знать, но чтобы другие знали о множестве вселившихся в него бесов. Так как перед глазами стоял один человек, то Христос показывает, со сколькими врагами боролся этот жалкий человек. Марка 5, глава с 11 по 14 стих. «Послось же там, при горе, большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в сеней. И устремилось стадо скрутизны в море. А их было около двух тысяч. И потонули в море. «Посущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось». Толкование. Блаженов Филакта. «Бесы молили Господа, чтобы он не высылал их вон из страны, но чтобы пустил в стадо свиней. Он соглашается на это. Так как жизнь наша есть брань, то Господь не хотел удалить от нее демонов, дабы они своей борьбой с нами делали нас искуснейшими. Попускает им войти свиней, дабы мы знали, что они, как не пощадили свиней, так не пощадили бы и человека того, если бы не сохранила его сила Божия. Ибо бесы, будучи враждебны нам, тотчас истребили бы нас, если бы не сохранял нас Бог. Итак, знай, что демоны не имеют власти даже над свиньями, и тем более над людьми, если не попустят Бог. Но знай то, что в людей, живущих по-свински и валяющихся в тени чувственных удовольствий, вселяются демоны, которые низвергают их со стремнин погибели в море всей жизни, и они утопают. Марка 5, глава с 15 по 20 стих. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Толкование. Пораженные чудом, жители города того вышли к Иисусу. Услышав же о подробностях, они еще более испугались. Потому и молили Иисуса выйти из пределов их. Они боялись, чтобы не потерпеть еще чего-либо большего. Потеряя свиней и сожалея об этой потере, они отказываются и от присутствия Господа. Напротив, бесновавшийся просил у него позволения быть с ним, так как опасался, чтобы бесы, найдя его одного, опять не вошли в него. Но Господь отсылает его домой, показывая, что его сила и промышления будут охранять его и в отсутствие. Отсылают его вместе и для того, чтобы он доставил пользу другим, которые увидят его. Посему он и начал проповедовать, и все удивлялись. Комментарий Игнатия Лапкина «Если бы сегодня этого исцеленного, бесноватого поставили патриархом, какую пользу он принес бы для России? Нужны не звания докторов в богословии, а знания Христа, жажда проповеди Слово Божие. И об этом даре надо молить Бога. Где нет проповеди, там царствует тьма, там стадо свиней и людей и лошадей в храме, как говорит Иоанн Златовуст. Самая великая трудность привести человека к охрещению. В православии же пастыре к этому не прилагать никаких усилий. Кому надо, те сами придут нам и мы их окрестим. Прием в семинарию должен включать в себя только один экзамен. Не знание истории партии, церковно-славянского языка, а знание Библии и святая жизнь. А все обедутые ренты должны бы предварительно поработать в христианском обществе хотя бы месяца три, чтобы можно было узнать, кто из кто, чтобы он доставил пользу другим, которые увидят его. Пока человек не встретится со Христом и Господь не изгонит из него злых духов, проповеди от него не дождешься. Марка 5 глава 21 по 29 стих. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, прийди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было в ней и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Толкование. После чуда над бесноватым Господь совершает другое чудо. Воскрешает дочь начальника синагоги. Для евдеев, очевидцев события, евангелист сказывает имя начальника синагоги. «Это был человек полуверующий. Тем, что пал в ноги Христу, он оказывается верующим. Но тем, что просил уйти, показывать веру не такую, какую должна, ему следовало сказать, «Скажи только слово». Между тем, на пути Господа исцеляется и кровоточивая жена. Жена эта имела великую веру, потому что надеялась исцелиться от одной одежды Господа, зато и получила исцеление. В переносном смысле разумей это и о человеческой природе. Она бывает кровоточива, потому что произведила грех, который есть убийство души и который проливает кровь душ наших. Природа наша не могла получить исцеление от многих врачей, то есть не от мудрецов века сего, не даже от закона и пророков, но она исцелилась, лишь только прикоснулась к одежде Христа, то есть к плоти Его. Ибо кто верует, что Христос воплотился, тот и есть прикасающийся к одежде Его. Марка 5 глава с 30 по 34 стих. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепет и зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Толкование. Сила выходит из Христа не так, чтобы переменяло место. напротив, она и другим сообщается и в то же время без уменьшения пребывает во Христе. Подобно, как и уроки учения остаются и приучащих и преподаются учащимся. Но смотри, как народ со всех сторон стеснял его. И между тем ни один не прикоснулся к нему. Напротив, жена не стеснявши его прикоснулась к нему. Отсюда научаемся той тайне, что из людей, занятых множеством житейских забот, никто не прикасается ко Христу. Они только гнетут его. Напротив, кто не гнетет Иисуса и не обременяет свои ума суетными попечениями, тот прикасается к нему. Но для чего Господь открывает жену? Во-первых, для того, чтобы прославить веру жены. Во-вторых, для того, чтобы возбудить веру в начальники синагоги, что и дочь его также будет спасена. А вместе и для того, чтобы освободить от сильного страха жену, которая боялась как бы укравшего исцеления. Поэтому Господь не сказал «Я спас тебя, но вера твоя спасла тебя, иди в мире, то есть в покое». Мысль этих слов такая «Будь спокойна ты, которая до сели была скорбь и смятения. Марка 5 глава 35 по 43 стих когда он еще говорил сие, проходят от начальника синагоги и говорят, приходят «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учители?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги «Не бойся, только веруй» и не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходят в дом начальника синагоги и видят смятения и плачущих и вопиющих громко и, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит и смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала и, взяв девицу за руку, говорит ей, Талифа куми, что значит, девица тебе, говорю, встань. И девица точно встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал и сказал, чтобы дали ей есть. Толкование. Люди начальника синагоги почитали Христа одним из обыкновенных учителей. Почему просили прийти и помолиться о девице? А напоследок, когда она умерла, подумали, что он уже не нужен после смерти ее. Но Господь ободряет отца и говорит, только веруй. Между тем, не позволяет никому идти за собою, кроме трех учеников, потому что смиренный Иисус ничего не хочет делать напоказ. Смеются. Это попущено с тем, чтобы после не имели предлога говорить, что она была в омороке и что не диво, если он воскресил ее, напротив, чтобы сами себя уличили собственным свидетельством о воскрешении. Им действительно умершие, когда даже смеялись над его словами, что она не умерла, но спит. Господь берет ее за руку, дабы сообщить ей силу, а верить дать ей есть для того, чтобы удостоверить воскресение, как в действительном, а не в днимом происшествии. Марка 6 глава с 1 по 3 стих. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему. И как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды, и Симона? Не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем? Толкование. Господь приходит в отечество не потому, чтобы не знал, что окажет ему невнимание, но для того, чтобы впоследствии не могли говорить, если бы он пришел, то мы уверовали бы. Приходит вместе для обличения завистливого нрава своих соочестников, ибо тогда, как им надлежало восхищаться Господом, так украшающим их отечество и учением, и чудесами, они вместо того унижали Господа за его бедное происхождение. Вот какое зло зависть. Она всегда старается помрачить доброе и не позволяет завидующим видеть его. Так и ныне многие по неблагонамеренности и крайнему неблагородству бесславят некоторых по причине незнатного происхождения их, хотя они достойны всякой чести. Марка 6 глава 4 по 6 стих Иисус Иисус же сказал им Не бывает пророк без чести разве только в отечестве своем и у стродников и в доме своем и не мог совершить там никакого чуда только на немногих больных возложив руки и исцелил их и дивился неверия их потом ходил по окрестным селениям и учил Слово их четко произноси Толкование Господь говорит вообще о всех пророках что они не пользуются честью в отечествах своих между сродниками и домашними имеют ли они знаменитых сродников в таком случае эти сродники завидуют им и потому бесчестят будут ли они бедного происхождения опять бесславят их за бедное происхождение Господь не мог сотворить там чудес не потому чтобы был бессилен но потому что те были люди неверующие щадя их он не творит чудес дабы не послужили большему осуждению их как людей неверующих и при виде чудес с другой стороны для чудовотворения потребна во-первых сила творящего во-вторых вера приемлющих чуда так как здесь недоставало второго из этих условий то есть веры имеющих нужду в исцелении то Иисусу неблагопотребно было творить чудеса так и должны мы понимать что выражение евангелиста не мог употреблено вместо не решался Марка 6 глава 7 по 11 стих и призвав двенадцать начал посылать их подво и дал им власть над нечистыми духами и заповедовал им ничего не брать в дорогу кроме одного посоха ни сумы ни хлеба ни меди в поясе но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд и сказал им если где войдете в дом оставайтесь в нем доколе не выйдете из того места если кто не примет вас и не будет слушать вас то выходя оттуда отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них истинно говорю вам отраднее будет садом и гамори в день суда нежели тому городу толкование господь учил не в одних городах но и в весях дабы мы знали что и нам не должно не пренебрегать малыми городами не постоянно посещать большие города большие большие города но что должно сеять слово и в незначительных местечках далее не только сам он учил но и посылать учеников своих притом по два дабы они были смелее иначе если бы он послал их по одному то один не так бы смело мог действовать а если бы послал более чем по два то числа апостолов не доставало бы для всех селений по два везде по два никаких миссионерских отделов Христос не создавал все это выдумка сатаны и так посылают по два двоим лучше нежели одному потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их экклесиаст 4.9 заповедовать им ничего не брать ни сумы ни денег при поясе ни хлеба чтобы таким образом научить их нестижательности и чтобы другие взирая на них умилялись когда они будут научать нестижательности тем что сами ничего не имеют в самом деле кто не умилится и не подвигнется к нестижательности видят что апостол не берет ни сумы ни хлеба который всего нужнее для нас велит им пребывать в одном доме дабы не подумали об них что они переменяют места ради чревогодия пройдя от одних к другим у тех кои не примут их они должны были по словам господа отрясти пыль с ног своих в знак того что они совершили далекий путь ради их и однако без пользы для них или в знак того что они ничего не взяли у них даже самой даже пыли что напротив ее стрясли дабы это обратилось во свидетельство им то есть в обличение ибо содомляне быв наказаны здесь там будут наказаны легче притом апостолы не были посылаемы к ним напротив не принявшие апостолы будут терпеть муки тягчайшие тех комментарий Игнатия Лапкина Должно сеять Слово Божие в больших городах и малых селениях если у человека есть совесть не может же он не видеть что этим сегодня занимаются только сектанты сегодня при такой свободе слова какие сонмы и легионы сектантов хлынули на просторы России образуются общины новые церкви с самыми экзотическими названиями и все они регистрируются государством от южных границ и до полюса они идут от двери к двери по всем городам вербуя адептов а православные батюшки спят глубоким сном и ничего кроме алтаря не хотят видеть Россия гибнет православной веры как таковой практически нет есть неевангализированная раздробленная языческая страна от верного слова божия запершись в монастырских стенах получая огромную помощь от государства и используя репрессивный аппарат против инаков верующих русская православная церковь полностью проиграла все битвы и бог руками безбожников опрокинул монастыри и разрушил храмы должность сеять слово и весь алтарь у некоторых священников уместился в их котомки и пошли они от селения к селению тайными тропами и снова бог дал свободу и снова ей не хотят воспользоваться отгородились от народа дубовыми иконостасами и снова повторится тот же урок только в 1937 году свыше 50 архиерейских голов были сняты с их плеч если бы церковь не обладала богатством а жила в апостольской бедности то не было бы изъятия церковных ценностей и неисчислимых жертв на этой почве 2 Тимофея 2.9 но для слова божия нет уз и если бы все верующие проповедовали слово божие то не было бы такого разгула без божия и сектанства должно сеять слово должно сеять слово марка 6 глава с 12 по 13 стих они пошли и проповедовали покаяние изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли толкование о том что апостолы помазывали маслом говорит один марк еще и яков брат божий в своем соборном послании якова 3.13 масло полезно бывает и против болезней оно идет для освящения оно употребляется при радостном состоянии духа и означает милость божию и благодать духа которым мы избавляемся от болезней и от которой получаем и свет и радость и веселье духовное марка 6 глава 14 по 16 царь Ирод услышав об Иисусе ибо имя его стало гласно говорил это Иоанн креститель воскрес из мертвых и потому чудеса делаются им другие говорили это Илья а иные говорили это пророк или как один из пророков Ирод же услышав сказал это Иоанн который я обезглавил он воскрес из мертвых толкование этот Ирод был сын Ирода избившего младенцев как тетрарха Марк называет его царем употребляя это имя не в строгом смысле услышав о чудесах господних и сознавая что без причины убил праведного Иоанна Ирод начал думать что он воскрес из мертвых и по воскресенье получил силу чудотворения прежде Иоанн не сотворил ни одного знамения но после воскресенья так думал Ирод получил он силу творить знамения но другие говорили о Христе что это Илья потому что он обречал многих а Ирод боялся так жало был этот человек что боялся мертвого да он он Продолжение следует...